Сегодня именно государственные информационные системы должны повысить эффективность госуправления на всех уровнях власти, повысить качество принятия решения, скорость. И на наш взгляд в экологической сфере это весьма актуально, ведь от управленческих решений во многом зависит состояние окружающей среды, экология в целом и в итоге состояние здоровья нынешнего и будущих поколений. ГИСы в этой сфере позволяют агрегировать, систематизировать и обрабатывать большой массив данных, неоднородных данных и это в итоге позволяет минимизировать экологические риски. А это является одной из главных целей стратегии экологической безопасности России. И при этом надо отметить, что ГИСы являются механизмом достижения ее целей. В рамках мероприятий мы ставили перед собой задачу оценить, насколько существенно влияние ГИС на достижение стратегических целей в сфере экологии. К сожалению, анализ действующих систем Министерства природы, Росприроднадзора и Росгидромета показал, что они на сегодня не являются таким эффективным механизмом. Одна из основных причин сложившейся ситуации это отсутствие полных и достоверных данных в системах, которые необходимо обрабатывать. И наиболее ярким примером здесь является единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров. Другой причиной неэффективности ГИС является устаревание программно-технических комплексов. Здесь можно, в пример, привести единую государственную систему информации об обстановке в Мировом океане. Данная система с 2013 года не обновлялась и не модернизировалась. И, соответственно, ее программно-технические комплексы просто не соответствуют современным требованиям. Сегодня действует пять государственных информационных систем в сфере экологии. И наш анализ показывает, что, конечно, этого недостаточно. До сих пор отсутствует фонд данных государственного экологического мониторинга. При этом, надо сказать, что его появление планировалось еще в 2011 году. В настоящее время ведется работа по созданию трех новых информационных систем. Они должны обеспечить органы государственной власти информацию о состоянии окружающей среды и, в первую очередь, о ее загрязнении. Это информация о состоянии подземных, поверхностных, вот, состоянии воздуха, почвы. Однако и тут мы видим риски отсутствия полного объема достоверной информации. И, в первую очередь, это обусловлено недостаточной плотностью и автоматизацией наблюдательной сети Росгидромета. К примеру, сегодня наблюдение за состоянием атмосферного воздуха ведется только в 221 городе из 1117, а количество гидрологических постов с 2012 года сократилось на 279 единиц. Если у органов власти отсутствует полная картина происходящего, то у них нет возможности прогнозировать развитие ситуации, правильно определять приоритеты. И это, соответственно, может привести к серьезным экологическим последствиям. По итогам нашего анализа мы направили в правительство ряд рекомендаций, которые, на наш взгляд, позволят улучшить ситуацию. Это решение вопросов в части обеспечения систем полной и достоверной информации. Это рекомендации, касающиеся увеличения плотности автоматизации наблюдательной сети Росгидромета. И, конечно, это рекомендации, касающиеся модернизации систем, действующих с учетом современных цифровых технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова